Сотрудники Следственного комитета России отмечают профессиональный праздник. 8 лет назад, 15 января 2011 года, ведомство выделили в отдельную структуру. Поздравления принимали и чувашские следователи. В одном из самых резонансных уголовных дел Верховный суд Чувашии поставил точку в октябре прошлого года. Убийцы 39-летней жительницы Чебоксар получили 42 года лишения свободы на двоих. В 2018-м особое внимание следователи уделили раскрытию убийств. В результате предпринимаемых мер в прошлом году удалось более чем в два раза снизить количество зарегистрированных убийств и покушений на убийство. Всего таких фактов зафиксировано 42 против 86 в 2017 году. Другое важное направление работы – расследование коррупционных преступлений. Здесь ведомство также демонстрирует успехи. За прошлый год возбуждено более 200 уголовных дел против 140 в 2017-м. Следователями привлечены к уголовной ответственности 6 глав органов местного самоуправления, двое депутатов представительных органов, муниципалитетов, а также 8 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет Пучуашии в числе лучших в стране по эффективности работы. Вы многое делаете для того, чтобы наш регион становился все более безопасным. Проводите серьезную работу по выявлению нарушений в налоговой сфере. Из года в год повышается качество следственной работы. Вместе с тем растет доверие граждан к ведомству. Лучшие следователи республики получили медали и благодарности. Среди них Александр Шарин. В следственных органах он работает 15 лет. Его имя занесли на доску почета Следственного комитета России. Эта награда для меня важна. Важна оценка со стороны руководства. Естественно, поощрение всегда мотивирует к дальнейшей работе, к ропотливому труду на благо страны. Нет ни одного одинакового уголовного дела. Постоянно следователь находится в развитии, постигает новое. В помощь следователям новые технологии. Современные лаборатории и аппаратура. В ведомстве отмечают, у тебя правосудие становится все сложнее. Татьяна Леонтьева, Валерий Рязюков, Республика.